Так, здравствуйте моя семья, моя интернет-семья. Сейчас я вас поставлю, чтобы не так, а вот так. Всем здравствуйте. Да, вот так, а тут сильно близко, а так подальше. И давайте поговорим о семи правилах, которые я усвоила от Ивана Павловича Неумывакина. И, конечно же, он меня познакомил с бутейком. Я говорила о нем, когда рассказывала о правильном дыхании. Как дышать, что? Ну, чтобы вкратце. Это самое первое, что нужно знать. Чтобы стать здоровым, нужно правильно дышать. Вот этому вопросу уделял внимание Николай, вернее, Константин Иванович Бутейко, Константин Павлович Бутейко и Иван Павлович Неумывакин. Вот они обратили внимание на то, что углекислота влияет на все абсолютно, что происходит в нашем организме. Второе. Это человека бесполезно лечить кислородом. Помните, как кислородная подушка? А он все равно в течение нескольких дней умирает. У нас была такая бабушка, она соседка, тетя Маша. Она курила часто, и в конце жизни ей понадобилась подушка. Вы знаете, она больше недели не протянула, все равно. Значит, человеку бесполезно лечить кислородом. Это я усвоила от Ивана Павловича Неумывакина. Углекислота имеет антиспастическое действие. Нужно делать короткий вдох, задерживать дыхание на 20-30 секунд и затем выдохнуть до конца. Вот это помогает предотвратить инфаркт. Так считает Неумывакин. А еще не только инфаркт, еще и боль в суставах. Особенно важно задерживать дыхание перед сном, чтобы хорошо спать и снять все спазмы. Следующее то, о чем говорит Иван Павлович Неумывакин во всех своих работах, это то, что организм вырабатывает сам по себе перекись водорода. Зачем она нужна? Да это мощный антиоксидант. И еще в своих книгах он говорил, что ее можно вводить даже внутри вена. Ну естественно с помощью медиков. Но официальная медицина не разрешает этого делать. И это обязательно нужно знать. Я, что касается меня, обязательно несколько капель добавляю всегда перекиси водорода в водичку, которую я с собой ношу или даю своему ребенку. Все это делаем натощак. Следующий пункт, номер четыре. Это курение. Курению уделяет особое внимание Иван Павлович Неумывакин в своих книгах. В своих книгах он неоднократно говорил, что почему вредно, что когда сгорает табак, образуются токсические страшнейшие яды, вещества. Это можно сравнить с нагаром на трубе, в кочгарке, например. Вот такое вот. Вот такое у вас в организме происходит. А никотин это наркотик, это яд. Он убивает животных. И ясно, что он убивает вас и ваш разум. Это понятно. Человек, который курит, он гораздо хуже соображает, чем если бы он, он же этот человек не курил. Во многих. Он ворует у себя время. Одна сигарета забирает около 10 минут выкуренного времени. Представляете, сколько это в пачке. Ну и денег, естественно. Но это не о живом организме. То, что вы травите себя, это понятно. Никотин это такой же самый наркотик. Особенно если сочетается с алкоголем. Даже в 17 лет у тех, кто курит, возникает атеросклероз. То есть они уже фактически становятся старичками. Сосуды их стареют с невероятной скоростью. Садится печень и, естественно, почки. Поэтому многие, кто начинает чистить свою печень или почки, но при этом курят коту под хвост. Коту под хвост. Это говорю не я, это не Умывакин. Но так он утверждает. Следующий. Пункт пятый у него, который я усвоила для себя и выписала. Это был разработан уникальный прибор ультрафиолетового облучения. Полезного для клеток. И где мы можем брать ультрафиолетовое облучение? Да просто мы можем выходить под солнышко и получать наш витамин D3. Но не увлекаться. Конечно же, не увлекаться. До потери пульса на солнце лежать нельзя. Тогда уже идет радиационная солнечная активность, которая может вызвать даже рак. Поэтому все хорошо в меру. Следующее. Это номер шесть пункт. Всегда во всех своих лекциях Иван Павлович Неумывакин, он просто был возмущен тем, что медицина, она не является какой-то целостной системой, не принимает человека, организм, как за единую систему. Не учит нас целостному подходу. Вот по этой причине традиционное лечение неэффективно. Например, когда делается, как он говорит, удар на кучу, но человек подцепил какую-то инфекционную болезнь, заболевание. Ему назначается, ну допустим, самый страшный антибиотик на сегодняшний день какой? Цевтриаксон, самый сильный, который разрушает все органы. Он убивает какие-то вот эту вот инфекцию, да, вылавливает, каким-то образом уничтожает. Но он уничтожает при этом всю нормальную нашу флору организма, которая нам нужна. Уничтожает микрофлору кишечника, уничтожает почки и убивает печень. Восстанавливать ее после любого антибиотика, а тем более после цевтриаксона, невероятно сложно. Месяцы и годы могут уйти на то, чтобы после антибиотической атаки восстановить организм. Хотя говорят, а вот, знаете, пропейте 10 дней вот эти таблетки, антибиотики, но после этого вот возьмите лактобактерии, тоже 10 дней, у вас все восстанавливается, все будет хорошо. Обман, обман, опять-таки обман. Восстанавливать придется очень долго, и не один орган, печень, а полностью все. Вот проблема, что человек – это единая система. Это единая система. И выписывая какой-то химический препарат, этот препарат входит в кровь и воздействует на мозг, уничтожая также наш мозг. При этом, возможно, благотворно повлияло на левое легкое. Полный идиот, но с нормальным левым легким теперь. А потом этот полный идиот с нормальным левым легким заболевает инфекционным заболеванием каким-то, ну, незначительным, там какая-то инфекция попала, и ему атаку антибиотиков, у него отказывают почки, печень, ничего. Зато вот эта инфекция, которую можно было естественными антибиотиками убить. Другое дело, когда там, ну, корь, но для этого существуют прививки 21 век на дворе. Мы знаем, что есть прививки. И если это нормальные прививки, если это нормальное всё, а не коррупционная там составляющая, проверка на наших детях, а если это действительно нормальное, то у вас всё должно быть в порядке. Пользуйтесь этими всеми благами. Человек – это единая система. Так утверждал профессор. Поэтому должен быть, конечно же, целостный подход. По этой причине традиционное лечение неэффективно на 90%. Зарубежные лекарства запрещены в стране производителя, но поставляются в страны бывшего совка. Всё. То есть считают, что мусор. Фармацевтические компании потирают ручки и говорят, без этих лекарств, ну, никак, ну, просто никак. Все эти заменители – это всё фигня, всё ерунда. Вот именно вот без этих – никак. Да, существуют реальные, очень хорошие препараты. Производство, ну, я знаю, что вот в США хорошо воздействует у тех, у кого диабетики, они знают. Вот. Я знаю, что есть хорошие препараты, которые можно заменить, обезболивающие при операциях и так далее. Но всё поголовно, извините, ну что, ну совсем мозгов, что ли, нет? У наших медиков, у наших учёных тогда вообще всех поувольняете. Просто поувольняете. Тогда зачем идут и куда бюджетные средства? Научно-исследовательский институт? А посмотрите фактически, сколько исследований этот научно-исследовательский институт сделал. Ну, хоть хотя бы одну за год делает. И что там за научные сотрудники? Купленные у них дипломы или их? Где они последний раз информацию? Или они только в интернете стреляют и всё? Ведь научные сотрудники должны опыты делать. Они должны каждый божий день что-то новое открывать. Вот в этом плане, конечно, Оксфорд и другие университеты мира, они меня восхищают. Просто восхищают. У них постоянно они копошатся. Бац! И выстрел. То есть бац! И открытие. Бац! И ещё что-то новое. Бац! И ещё новый витамин. Бац! И это бесконечно. Это как вот... Это как астрономы. Раз новая планета открыта, раз то увидели, то, то, то. Постоянно что-то происходит. Вот такие вот интересные вещи. И последнее. Седьмое. Это, конечно же, сода. Сода – это невероятное открытие. Неумывакина. И соте посвящены у меня целое несколько количеств видео. И ещё будет. И ещё будет. И я показывала, как я принимаю соду. И почему. И почему. Здесь более подробно. Здесь в двух словах не скажешь. Но благодаря соде однозначно мы уменьшаем риск заболевания раком. Потому что мы восстанавливаем нашу PH-среду. Кроме того, мы создаём такую среду, которая нежелательна для размножения раковых клеток. Всем известно, что раковые клетки есть у всех. Абсолютно у всех. Но их количество. Важно их количество. Чтобы их не было большого количества. В маленьком количестве, как говорится, и яд – лекарство. А в большом – это уже убийство. Вот поэтому, по этой причине, мы ощелачиваем свой организм. И делаем такую PH-среду, которая нормальна для нашей жизни, для нормальных бактерий. И ненормальна для раковых клеток. Для размножения их активного. Закисленная среда, она даёт возможность вольяжно, вольготно чувствовать себя вот этим вот нехорошим клетчиком. Именно поэтому он рекомендует после 25 лет употреблять. Он не верит. Он во многих, вернее, не верил в Царство Небесное ему. Недавно ушёл он из жизни. Мы вообще, нам повезло в жизни. Мы жили с таким великим человеком, просто величайшим. Настолько нам повезло. А ещё я и переписывалась с ним. Это всё храню, всё храню. Ну вот это вот всё. Вот семь пунктов, которые я для себя взяла главными. Главными. А ещё он очень много занимался растениями. Какими только растениями он не занимался, он их исследовал, он брал информацию, у него столько рецептов. И, конечно же, я буду делиться с вами. Конечно. Я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Будьте здоровы. И знайте, что Господь Бог, Он любит мудрость. Когда человек познаёт мудрость, Он вооружён. И в плане здоровья, и в плане защиты своей, и во всех, абсолютно во всех отношениях. Я люблю вас. Пока-пока. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы.